Нас, вообще само слово пустота, часто пугает. О, нет, 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 никакой пустоты, никакого опустошения. Ну, послушайте, дорогие, вот материальное богатство человек может скопить в своей жизни, а? Может. Более того, он может и душевное богатство скопить, знание, культуру, образование. А дыхание можно скопить? Материальное можно, душевное можно, а дыхание? Вот у меня сын, ему 10 лет, мне 50 уже с лишним, и ему 10 лет. У нас разная культура, ну, я надеюсь, знания, тоже, надеюсь, пока разная, да? Вот, и физически мы тоже отличаемся пока еще. Но в чем мы схожи, это в дыхании. И я, и он постоянно нуждаемся в вдохе и выдохе, вдохе и выдохе. Скажешь, слушай, тебе 50 лет, неужели ты за эти 50 лет не научился, ну, хотя бы там недельку не дышать? Нет. В этом я един со своим младшим сыном. Я нуждаюсь в том, чтобы постоянно вдыхать и выдыхать, вдыхать и выдыхать. И вот точно так же, помню, я однажды спросил себя, а я как пастор, вот что я накопил в своей жизни за 30 с лишним лет своего пасторского служения? Уже какой-то стаж? Что я накопил в плане духовном, да? Я накопил какой-то опыт, я накопил какие-то знания, какую-то там богословскую информацию накопил. У меня в кабинете по стенкам разные дипломы висят, что я там окончил, там отучился. Разные дипломы учат. Я, конечно, научился опыту, опыту публичных выступлений, опыту душепопечения. А в плане духа, в плане духовности, вы знаете, в плане духовности между мной и любым новообращенным в нашей церкви нет никакой разницы. Мы каждый день нуждаемся в свежем глотке Духа Святого. Из-за того, что я уже 30 лет являюсь пастором, не означает, что я уже столько там намолился, напастился, начитался Библией за свою жизнь, что теперь могу спокойно там год ничего не читать, там не молиться совершенно. Нет, это не дает мне преимущества никакого. Здесь мы равны. И кажется, это несправедливо, это несправедливо. Когда вот мы читаем некоторые притчи Иисуса Христа, они нам кажутся не совсем справедливыми. Помните вот притча, например, когда работник виноградника нанимал слуг, и один там проработал целый день, а другой всего один час. И получили все плату один динарий. Это была стандартная плата за рабочий день. Но кажется, как так? Если один проработал целый день, он должен больше получить, чем тот, кто работал один час. Но есть вещи, которые одинаковы для всех. Все мы нуждаемся в свежем глотке Духа Святого. И мы нуждаемся в этом каждый день. И мы не можем в этом уповать на духовную жизнь, вчерашнюю или позавчерашнюю. Мы нуждаемся в этом постоянно. Поэтому, дорогие, настоящей духовностью невозможно спекулировать и невозможно гордиться. Там, где есть вот такое выставленное на показ духовность, это всегда псевдодуховность. Потому что настоящая духовность нас смиряет. А смиренных Бог возвышает. Есть в Ветхом Завете одна история, которая произошла в жизни пророка Ильи. Илья был на горе Кормил вначале. И там произошло то, что мы называем великое духовное служение, пробуждение. Когда огонь сошел с неба на жертву, которую Илья сделал. И народ увидел, что Господь есть Бог. Начали поклоняться там. Потом враги Ильи пытались ему угрожать. Запугивали его. Илья впал буквально в депрессионное состояние. Илья побежал. И он добежал до горы, которая называется Хариф. А Хариф с еврейского, с еврита переводится опустошение. И там, когда он был на этой горе. Давайте вот прочитаем 3 книга Царств, 19 глава, 9 стих. Он там вошел в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Очень хороший вопрос. Когда Бог что-то спрашивает, не потому, что он что-то не знает. Его вопросы для нас самих нужны прежде всего. Чтобы я спросил себя, а что я здесь делаю? Это хорошо периодически спрашивать. Что я делаю здесь, на этой работе? Что я делаю здесь, в нашей церкви? Что я делаю здесь? Что ты делаешь здесь? Зачем ты здесь? Он сказал в ответ, возревновал я Господи Боге Саваофе. Ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь пройдет. И большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. И после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Когда Бог спросил его, что ты здесь, Илья, Илья рассказал ему о всех сложностях своей жизни. И тут трудно, и там сложное, пророков твоих убивают, я один остался, ну и мне угрожают, мою душу ищут, чтобы убить ее, Господи. То есть все проблемы ему разложил. И Бог ему говорит, казалось бы, странный ответ, как будто вот вопрос один, а ответ совершенно о другом. Но когда нам кажется, что Бог как-то нас недопонял, но на самом деле-то мы его недопоняли. Потому что Бог сказал именно то, что ему было нужно. И он ему сказал, да, вот огонь сильный, ветер мощный, землетрясение, но не в этих вещах, Господь. И дальше, веяние тихого ветра, ветер, пневма, да, ветер, дыхание. Очень часто, дорогие, когда мы там где-то на горах, кормил, там огонь, вот только что же был огонь, сошедший по жертвам. Мы любим какие-то Божьи проявления. И мы порой не замечаем, что мы ценим Божье больше, чем самого Бога. Благословение, которое мы можем получить, мы ценим порой больше, чем источник нашего благословения. А все-таки цель духовной жизни соединиться именно с источником, именно с нашим даятелем. И это часто происходит не на великих конференциях, не на потрясающих служениях, где там огонь, ветер. Я когда был молодым пастором, я думал, что самый пик духовной жизни, когда мощные собрания, все там часто грохочет, землетрясение от молитв, как было в первой церкви, или огонь мощный сходит, славы Божьей, сжигая там все нечистое, или сильный ветер Духа Святого надувает паруса в церкви, и мы летим, куда Бог желает. Вот она, слава Божья. Со временем приходит понимание, что да, это классно, да, это здорово, но есть что-то большее. И это большее происходит не на горе Кормил, это большее происходит на горе опустошения, когда, казалось бы, у тебя нет никаких сил, ты выдохнул. Но именно когда ты выдохнул, ты можешь вдохнуть новый глоток воздуха. Только освободившись от старого, ты можешь принять новое. И когда ты это начинаешь осознавать, ты перестаешь бояться опустошенности, не опустошенность страшно, а страшно лицемерие, когда мы пытаемся из себя показывать кого-то, кем мы являемся. Я об этом говорил на прошлых собраниях. Но когда, дорогие, мы реально опустошены, и мы находимся часто в таком состоянии, может быть, разбитом, подавленном, мы не знаем. Я понимаю, что такое состояние все последнее время, мы регулярно можем переживать. смотришь новости, какую-то информацию, что происходит. Иногда бывают руки опускаются. У вас бывает такое? Да, все мы это переживаем. Руки опускаются. Иногда не знаешь, как будто то, что ты жил раньше, чем ты жил раньше. Такое чувство, что у нас уже года три, как началась другая жизнь. До этого была жизнь номер один, сейчас жизнь номер два. Здесь все как-то иначе. И мы так не привыкли. Мы словно ничего здесь не понимаем, ничего не можем понять. Но не нужно бояться опустошений, потому что только так ты можешь наполниться новыми вещами. Я помню притчу, которую однажды услышал про монаха. Можно, Игорь, еще? Кружку придите, там специально приготовил. Однажды к монаху пришел богослов. Я буду монах. Я весь такой в черном. А ты будешь богослов, да? И пришел к монаху богослов и говорит, знаешь, я так много всего изучал, так много всего читал. Ну, я чувствую, что я хочу чем-то новым, новое познать в Боге, новое познать в духовной жизни. И тогда монах ему сказал, хорошо, говорит, только давай сначала чайку попьем. Дал ему чашку и стал ему наливать из чайничка. Наливал, 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 уже дошло до краев, а он продолжил наливать, и уже потекла вода уже из чашки. Богослов закричал, что ты делаешь? Моя чашка уже переполнена, а ты все еще льешь. На что монах ему сказал, в том-то и дело, твоя чашка переполнена, а ты пришел еще чем-то наполниться от меня. И тогда просто он взял, вылил чай и сказал, вот когда ты будешь в таком состоянии, опустошенном, тогда и приходи ко мне. Не бойся вот такого состояния. Спасибо, Игорь. Потому что это состояние, счастливое состояние, когда ты приходишь, и у тебя так много пустого места, чтобы наполниться чем-то свежим, спасибо, чем-то свежим с небес. Так много пустого места, так много у тебя еще, чем Бог может тебя благословить, чем Бог может тебе воздать. Так много. А когда ты пришел переполненный, да, вот как вот, когда же Иисус пришел, Он к кому пришел? Он пришел к людям, ожидающим Мессию. Но люди, ожидающие Мессии, были так переполнены своими представлениями о Мессии. Каким должен быть Мессия? Просто до краев. И когда пришел настоящий Мессия, они Его не приняли. Не было места. Он не соответствовал их понятиям. Он не соответствовал их представлениям. Вы не думайте, что в последнее время Бог специально порой опустошает нас, потому что мы стольким наполнились какими-то учениями всевозможными, какими-то вещами, как нам казалось, духовными, а потом мы поняли, что ничего общего с духовностью эти вещи не имеют. И словно наступает опустошение. Из этого многие верующие, я замечаю, паникуют. В последнее время «Ой, как так? Мы опустошены, как будто у нас ничего нет, как будто вот, как же, что же, как же, как же, что же». Блаженный нищий духом, ты пришел к хорошему состоянию, к правильному, к правильному состоянию пришел, да? Потому что духовность настоящая это не накопление. Духовность это постоянное движение духа. Вдох, выдох. Вот, это ритм, ритм всей жизни, как вселенная, она расширяется, сжимается, расширяется, сжимается. Наши легкие расширяются, сжимаются. Ритм жизни в этом есть. Ритм жизни, ритм настоящего духа. Нам так, что нужно больше, 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 но не накопишь. Не получится. Необходимо настоящее внутреннее опустошение. Я помню, когда мы только-только вот это здание приобрели, и столько было разных вопросов практических, административных, финансовых, я буквально за какое-то время настолько вот в это погрузился, что однажды утром, я помню, я проснулся, я почувствовал, как будто я вот, у меня нету, говоря словами поэта, ни слов, ни музыки, ни сил. Ничего не хочется. У вас бывает только вот просыпаешься, а ничего не хочется. Новый день, а ты от него ничего не ждешь. И думаешь, быстрее бы к вечеру пришел. Вечер, ты ложишься спать. И вот такая жизнь, когда ничего тебя не радует. И в таком состоянии хорошо иметь рядом благословенную супругу, которую Бог мне дал, и она заботится состоянию мужа, потому что на мужа, не обращая внимания, он так и умрет где-нибудь, она как-то стала там с кем-то с врачами договариваться и договорились, у нас здесь есть на Уктусе клиника неврозов, может, кто знает, чтобы там как бы я полежал, меня там обследовали, потому что мне сказали предварительно у вашего супруга нервное истощение и прочее, прочее. И мы уже даже договорились, что меня положат в эту клинику и меня жена уговорила, что я должен там какое-то время находиться. И было воскресное собрание, до сих пор помню это собрание, это было первое собрание месяца и у нас было причастие, но у меня как будто сил не было сказать проповедь, то есть у меня проповедь была, а вот внутренних сил вот этой энергии, которая необходима тоже, помимо послания, важна энергия, иначе это будет просто такое пустое послание, вот этой энергии как будто не было. И я попросил одного из наших служителей, чтобы он проповедовал, а сам пришел на собрание и уже в конце меня спросили, Виктор, ты сам причастие проведешь? Я говорю, хорошо, причастие проведу сам. Я помню, я вышел, когда я начал молиться и сколько у нас было в церкви причастий за 30 лет, но это причастие я помню до сих пор, потому что когда я молился, я буквально физически ощутил, что что-то прошло вот по мне вот сверху и и донизу. Я так почувствовал себя иначе, как будто что-то, вот как будто Бог что-то начал в тебе делать. И потом был воскресный день, я до сих пор помню, я ехал на машине и было около шести часов вечера. Я ехал за рулем и вдруг что-то произошло, я был один в машине и у меня было ощущение, как будто какой-то камень отняли от груди. и мне стало хорошо дышать, как будто выдохнуть не можешь, как будто что-то в тебе в забу дыхание сперло, как дедушка крыло вписал, сперло вот это, выдохнуть не можешь. И то вдруг ты задышал, задышал, задышал. Я тогда, помню, схватил телефон, набрал Диану, говорю, Диана, ты не представляешь, я сейчас сижу за рулем и у меня что-то произошло, вот как будто как будто Бог что-то утром начал делать во время причастия, а сейчас он продолжает делать, и у меня это как-то наконец-то как-то так свободно стало, как будто краски появились вокруг. И Диана говорит, когда это было? Я говорю, да вот буквально минут пять назад. Она говорит, знаешь, у меня тоже что-то такое произошло, вот, и я говорю, все, в клинику неврозов не надо ложиться, вот, но мужчине главное, чтобы в больнице не ложиться, и все, все хорошо. Но мудрая жена сказала, слава Богу за исцеление, Бог тебя исцелил, но все-таки у врача надо провериться. Она сказала, у врача надо провериться, пускай врач подтвердит. Вот, и мы приехали к врачу, она была, ты со мной была тогда, когда мы приехали к врачу? Я один был, да, тогда? Вот, я приехал, приехал к врачу, я говорю, все, доктор, мне не надо больше ложиться, слава Богу, все хорошо. Вот, жена просто сказала, что надо провериться, вот я проверюсь, Психотерапевт говорит, хорошо, ложитесь на кушетку. Я лег на кушетку, он там что-то смотрел, психотерапевничал надо мной. И тут задает вопрос, говорит, Виктор, а у вас есть какие-то в жизни страхи? Я говорю, нет, никаких страхов нет. Он говорит, подожди, не отвечайте, не торопитесь, подумайте. Может быть, какие-то страхи у вас есть все-таки в жизни? И я задумался, и, знаете, вдруг я осознал, что вот я всю жизнь стараюсь помогать людям, которые находятся рядом со мной. И когда я об этом размышлял, я вдруг понял, что внутри меня глубоко сидит страх, что ко мне кто-то из дорогих мне людей обратится за помощью, а помочь я ему не смогу. Я осознал, что меня пугают, что когда я буду нужен, я не смогу сделать то, что от меня ждут, я не смогу помочь. И меня это ввергает в ужас. И я психотерапевту об этом страхе рассказал, на что мне обычный светский психотерапевт сказал, говорит, Виктор, но вы же священнослужитель церкви, вы же должны понимать, что вы не своей силой помогаете людям, а Бог через вас помогает людям. Поэтому расслабьтесь и выдыхайте, выдыхайте. И вы знаете, и когда вот он сказал мне эти слова, выдыхайте, у меня как будто произошло вот то, что как будто Бог утром во время причастия начал свою работу во мне. Когда я был в машине за рулем, он что-то еще совершил, а там в кабинете у врача, это удивительная вещь, но Бог даже через врачей бывает исцеляет, как это не удивительно для верующих людей. Вот, там в кабинете врача как будто вот это все было завершено. И я, когда вернулся домой, я чувствовал себя совершенно другим человеком, просто новое творение во Христе и Иисусе. Я вдруг понял, что, да, мы можем быть опустошены, не нужно этого бояться, потому что через опустошенных Бог намного больше может совершить, чем через наполненных своими всякими мыслями всевозможными идеями. И что-то это произошло в моей жизни после этого случая. Я помню, что я перестал как-то бояться, что я чего-то не могу, я чего-то не знаю, потому что, ну ведь, как это пастор что-то не знает, как это пастор что-то не может, быть такого не может. Это же духовный супермен. Он все может. Все может в укрепляющем Иисусе Христе, да? Ну вот. Но я понял, что нет, я не все знаю, я не все могу. И ко мне, бывает, подходят люди с вопросами, я говорю, знаешь, я не знаю даже, что тебе посоветовать. Я просто знаю, что мы можем помолиться за тебя Господу, чтобы Бог, даже когда мы не видим ответа, дал свой ответ. Во имя Иисуса Христа. Правда же? И это хорошо. Да, не все знаешь, не все понимаешь, но в этом есть глубина. Глубина. Потому что, когда я немощный, тогда я силен. Мы, как написано у апостола, ничего не имеем, но всем обладаем. То есть, вот в этой нищете, да, часто есть все. Не случайно в племени Майя та же самая цифра, которая означала ноль, одновременно означала и бесконечность. Потому что они считали, что в нуле заключена бесконечность. Потому что ноль – это начало всего. Это причина всего. Тот же самый знак – бесконечность и ноль. Одинаковый знак. Когда я немощный, тогда я силен. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Это психология мира. Больше, 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 больше. Психология Царства Божьего. Чем больше ты отдаешь, чем больше ты опустошаешься, тем больше, чем ты обладаешь. И не нужно этого бояться. У меня, мой любимый дядя, который много-много-много лет проработал врачом в последние годы своей трудовой деятельностью. Он работает. Работает все еще. Работает все еще. Работает заведующим отделением. Я помню, как-то мы с ним сидели, и он мне говорит, когда я был только выпускником медицинского института, сейчас это называется уже медицинская академия у нас, я знал почти все. Если не все, то почти все. Как лечить любую болезнь, как вот все знал. А вот теперь, когда уже десятилетия моего медицинского стажа прошли, я понимаю, что как многого я всего не знаю. Как многого еще есть неизвестного. Я уже не тераплюсь ни с диагнозами, ни с назначениями, лечениями. Я знаю, как есть много разных случаев, и нужно все хорошо посмотреть. И вот когда он это говорил, я вдруг осознал, что у меня в жизни то же самое произошло. Я когда был молодым пастором, я знал практически, как решать любую духовную проблему. Вот никто бы меня в тупик не поставил. Я знал ответы на все вопросы, а чего не знал, то прочитал бы в книжке либо Эквена, либо Кентахегена. Они уже знали абсолютно все. И поэтому я до сих пор помню вот это вот состояние. Но одно десятилетие моего пасторского труда, второе, третье, сейчас уже четвертое началось, и я уже понимаю, как многое я не знаю. Но меня это теперь совершенно не пугает. Я знаю, что когда мы опустошаемся, мы можем наполняться новыми благословениями, новым глотком Духа Святого. Спасибо.